Привет, Юлия Буты. А помните, как несколько лет назад ваш кумир с калачом на голове задекларировал, что у него даже нет машины? Она вынуждена была снимать дом и получала в год, ну, каких-то жалких полмиллиона гривен. Ай-яй-яй, какая бедная и несчастная женщина. У нее даже машины нет, вы представляете? Буде Юля, Буде Все говорили они. Она же простой человек, как мы все, говорят Юлия Боты. Но сегодня всплыла новая декларация Юлии Владимировны Тимошенко, где она уже не скрывает тот факт, что она является долларовым миллионером. Помните, как Ляшко объяснил свои дома и активы, ну, типа, выиграл в лотерею сотни тысяч гривен? Так вот, Ляшко это жалкий неудачник и нищеброд. Вот Юлия Владимировна Тимошенко сразу выиграла в американском суде сотни миллионов гривен. Причем, вдумайтесь, на этапе досудебного урегулирования за якобы политические репрессии 2011-2014 годов. Юлия Тимошенко стала долларовою миллионеркою. Народная депутатка та лидерка партии «Батьківщина» внесла зміни до своей электронной декларации. И вот так, ее материальное становище покращилось на 150 миллионов гривен. Это 5,5 миллионов долларов. Ну, я не знаю, я не удивлен. То, что Тимошенко – долларовый миллионер, а может даже и миллиардер, мы и так все прекрасно знали. Но это все так грубо, так все безвкусно сделано было. Вот это отмывание денег, мол, какой-то американский суд. Лучше, Юлия Владимировна, в следующий раз подходите креативно, как Ляшко. И заявляйте, что выиграли 5 миллионов долларов в лотерею. А вот второй, очень интересный скандал, где Миша Бродский напал на Кирилла Тимошенко. Хотя пару месяцев назад восхищался офисом президента и хвалил за то, что новая команда не ворует. Я точно знаю, что эти ребята не крадут. Это очень хорошо. Якобы тот его обвинил в заказухах на сайте Обозреватель, который действительно славится грязными статейками. Что уж говорить, если после иска от Шария на Обозреватель, Бродский удалил многие статьи на сайте против блогера. Кто же такой Миша Бродский? Это целый отдельный большой ролик, который как-то позже. Так что обойдемся этой маленькой зарисовочкой на человека, которого многие величают профессиональным кидалой. Меня зовут Миша Бродский. Я председатель Держкомпредприемництва. Я хочу, чтобы налоги платили все. Но только не я. Потому что у меня есть комбинат. А он не платит взносы в пенсионный фонд. Я за два года задолжал пенсионерам 2,5 миллиона гривен. Как обидно, что эти подлые журналюги про это узнали. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? Клянусь честью покойного батюшки. Забыл снять с текущего счета. Интересно, что под постом против Кирилла Тимошенко выступила также Светлана Крюкова, карманная журналистка Гены Корбана, которая очень любит ездить нетрезвой. И которую в 2018 году обвинили в завладении имуществом бывшей жены родного брата матери. По поддельным документам. Но суд так и не сумел доказать ее вину. Хотя облапушенная родственница Крюковой добилась единогласного решения всех трех судебных инстанций в свою пользу. Относительно доли земельного участка, который хотела прихватизировать Крюкова. Ну вы пили вино, правильно? Да, я же говорю, мы не сумели, я так... Она любит выпить. Поэтому надо использоваться.